Здравствуйте, братья и сестры, уважаемые подписчики интернет-портала xgit.ru. Сегодня мы с вами рассмотрим тему «Восточные практики. Спорт, оздоровление или магизм». Эта тема очень важна и актуальна на сегодняшний день, потому как, по всей видимости, мы разругались с западными странами. И сегодня страна, как в политической, так и экономической своей сфере, разворачивается на восток, как мы и говорили с вами об этом в предыдущей встрече. И в этом смысле все восточные те или иные практики, они и уже имеют место присутствовать в России и рекламируются нашему народонаселению, как некие практики оздоровительные, спортивные. Так, мы с вами видели, что рекламируется йога, и говорили на прошлом беседе именно о ней. Сегодня мы поговорим о восточных практиках, которые черпают свои истоки в Китае и других странах, даосизме, конфуцианстве и в некой степени синтаизме религии Японии. Для того, чтобы действительно быть объективными в этих вопросах, как всегда, я предпочитаю обращаться не к тренеру какого-либо фитнес-клуба или человеку, который является менеджером той или иной оздоровительной программы восточной ориентации, но именно к специалистам высокого класса для того, чтобы понять, что в себе, в своих корнях несет то или иное восточное направление. Поэтому мы рассмотрим некоторые и православные издания, и монографии, но в большей степени обратимся к светским людям, востоковедам, занимающимся в области исследования практик, таких как Цигун и Ушу, и Таалу, таких академиков, как известных Торчинова, Маслова и других. Есть очень удивительная по своему содержанию и исследованию работа ермонаха Трифона Михайловского, защищенная в степени кандидата богословия в Московской духовной академии в 2016 году. Также для того, чтобы быть более объективными, конечно, как я уже сказал, нужно обратиться к востоковедам. Итак, что такое Ушу и что такое Цигун? Что это вообще спорт, оздоровление или же это магизм и восточное сектанство? Посмотрим, что по этому поводу пишет Алексей Александрович Маслов, российский востоковед, специалист в области духовно-культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС, доктор исторических наук, профессор, исполняющий обязанности директа Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова с октября 2021 года. Он же является практикующим адептом шаолинского направления Ушу, он же президент Федерации шаолинских боевых искусств России с 1996 года. И вот согласно которому, и его мнению, и его цитату я приведу, Ушу и Цигун, переводимые как боевое искусство, по сути дела, являются сложным комплексом, пишет он, цитата, сложнейшим, пишет он, комплексом психофизического воспитания человека. На чем основывается этот процесс воспитания? Сдается он вопросом и сам отвечает на цитата отголоском, причем вполне живым, древней магической культуры, традиционный метод Ушу, в отличие от современного спорта и гимнастики Ушу, непосредственно связан с раскрытием духовных сил человека, его внутренним очищением и воспитанием, а методики, используемые для этого, во многом повторяют магические приемы древних даосов и магов, например, дыхательная медитация, практика Цигун или Нэйгун, многократное выполнение комплексов Туолу и так далее. Вот непосредственно цитата Маслова из его книги «Китай. Колокольница в пыли. Странствие мага и интеллектуала. Страница 314». Он пишет следующее. «Ушу, известная нам сегодня, это далекий, но тем не менее явственный отголосок тех мистерий и культов, которые пришли из глубокой древности. Это прекрасный пример того, как мистическая традиция и закрытые методы духовной практики могут скрываться под внешней оболочкой физической культуры, боя, а сегодня даже спорта». Конец цитаты. Я думаю, что комментировать здесь и не надо. И далее он продолжает, что если обратить внимание на хранителей древних оккультных традиций, через которые тайные знания владения управления энергией Ци передаются в мир в настоящее время, то в учителях традиционной школы Ушу и Цигун, по мнению Маслова, можно увидеть продолжатели традиции древних магов, как мы видим. И по всем своим действиям он пишет, цитата, «Эти люди оказываются очень близки к бессмертным Сяньянам». Вот советую почитать его, если кто сомневается. «Китай, колокольница в пыли, странствия магии интеллектуала, работы, где он достаточно подробно описывает, что и к чему принадлежит Цигун, так называемая энергия, которую необходимо стяжать посредством медитации, потому как, он также пишет в своей работе, невозможно достигнуть каких-нибудь результатов в Ушу, если ты не будешь пользоваться этой энергией. Одних физических упражнений и оттачивания боевого приема этого будет недостаточно. Так ты и останешься на уровне, низком достаточно уровне. Поэтому стяжание Цигун, применяя даосские медитативные практики, только этот путь и этим путем человек может действительно добиться высоких результатов. Ну, видим, что Маслов пишет о том, что под видом спорта и под видом гимнастики проникают, в общем-то, магические практики древних даоссов. Надо напомнить, что в даосизме нет такого понятия, как, например, ну, скажем, в православии иерархия. Есть патриарх, есть священный сенот, есть владыки, есть священники, есть миряне. Нет, там единого управления такого нет. Поэтому всякая какая-нибудь та или иная магическая организация, она по-своему интерпретирует, скажем, книги там Лао Цзи, основатель даоссизма, или конфуцианские какие-то произведения, и сама вырабатывает тот или иной комплекс упражнений, где главная цель, как во всем даоссизме, это слияние с безличностным космосом и слияние с этим абсолютом для того, чтобы стяжать вот эту вот так называемую энергию Цзи. Следующий востоковед – это Юркевич, член Российского философского общества, член Российской ассоциации китай-ведов, заведующий отделом идеологии и философии журнала «Проблемы Дальнего Востока». У него множество здесь регалий, он кандидат исторических наук, да, множество монографий, например, становление системы подготовки военных кадров, и доцент кафедры всеобщей истории, доцент кафедры исторического философского факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов и так далее. Вот что он пишет в своей книге «Китайские боевые искусства и православное сознание. Отмечает следующее, что неразрывную связь боевых искусств Востока с их практиками цигун и оккультизмом». Цитата, непосредственная цитата из его работы «Китайские боевые искусства и православное сознание. Журнал «Китайский благовестник. Номер один. 2000 год. Электронный ресурс. Обращение 14.03.216». Он пишет следующее. Я всегда привожу «Откуда?», потому что, снова повторю, был такой фрагмент, когда мне попеняли, что я привожу цитаты, якобы их там нет и прочие вещи. Теперь я исправился и это делаю. Вот его цитата. Может создаться впечатление, что ушу и сопряженная с ним система цигун представляют собой прежде всего прикладные методики, обогатившие арсенал физической культуры и здравоохранения Запада. Между тем, названные явления далеко не столь однозначны. Фрагменты китайских и восходящих к ним восточно-азиатских учений и практик, непосредственно связанных с ушу и цигун, закрепились в кругах, занятых астрологией, другими оккультными науками, практикующих целительство, направленные на развитие паранормальных способностей. Многие из методик цигун вошли в арсенал последователей как практического оккультизма, ориентированного на обретение и усиление паранормальных способностей, так и оккультизма мистического, связанного с целями духовного возрастания в иерархии какой-либо квазирелигиозной или религиозной системы. Конец цитаты. То есть, таким образом, мы видим, что этот видный востоковед, отечественный востоковед, утверждает, что цигун, ушу, направленный якобы на целительство, на самом деле человека направляют в мир то, что мы называем в православии дух, слово поднебесное. То есть, связь с этим миром, обладание мистическими, как он пишет, сознанием с целью духовного возрастания. И никакой речи здесь не идет о каком-либо спорте, гимнастике или о оздоровлении. Также нужно привести, конечно, и мнение китайского мастера цигун, очень известного в Китае, Вон Кью Кита. Что он пишет по этому поводу? Цитата. Высшим достижением цигун, он декларирует, что это внутренняя сила боевых искусств и тренинг чудодейственного сознания. Это его цитата. Вон Кьюн, искусство цигун, перевод с английского, Дробышева, Москва, издательство Фаир, 2009 год, страница 301. То есть, мы видим, что здесь также в его высказании речи о каких-то оздоровительных вопросах ничего не сказано. Далее, я уже, да, и вот он так завершает, что высшим достижением цигун декларируется, это уже пишет Маслов, прошу прощения, да, развитие экстрасенсорных способностей человека, слияние с космическим разумом и вселенной растворения в безличностном абсолюте. И вот отечественный востоковед Торчинов Евгений Алексеевич, советский и российский ученый, религовед, синолог, буддолог, историк философии и культуры Китая, кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, буддийский учитель и почетный президент Санкт-Петербургского отделения ФО Гуан, член редакции научно-теоретического журнала «Религоведение». Он рассматривает цигун как явление культуры Китая XX века и относит к нему комплексы традиционных упражнений, теперь внимание, комплексы традиционных упражнений, цитата, «заимствованных из арсенала даосской внутренней алхимии, в отдельных случаях из буддийской психопрактики и выполняемые, якобы, выполняемые со здравительными целями», и далее он пишет, «а также направленных на радикальную перестройку психофизических характеристик адепта и, говоря, собственно, языком внутренней алхимии, цитата, «на создание бессмертного тела и соответствующее ему просветленного сознания». Конец цитаты. Торчинов об этом пишет в своем сочинении, которое называется «Религия мира двоеточия, опыт запредельного двоеточия, психотехника и трансперциональные состояния», Санкт-Петербург, Центр Петербургского востоковедения, 1998 год, страница 117. То есть мы видим, что он пишет, что декларируется некое оздоровление, но с какой целью? С целью стяжания создания бессмертного тела. То, что совет соответствует, в общем, даотской практике. Потому что в даосизме действительно главной целью жизни, китайцы, они всю жизнь искали эликсир молодости. Правда, потом с этой затеей они расстались, потому что очень много людей отравилось, причем вышел со слоя. Они думали, что ртуть является таким эликсиром молодости, потому что способен менять цвет. Потом они думали, что порох способен человека. Напоминаю, что китайцы именно изобрели порох. Но сначала они искали вот этот эликсир энергии, эликсир молодости, и этот порох употребляли вовнутрь. Да, но потом поняли, что его можно предназначить употреблять и в других действиях, в военных там или фейерверах. Но на самом деле это все были поиски именно эликсира бессмертия, что соответствует, в общем-то, даотскому такому мировоззрению. Далее пишет, также можно привести цитаты того же Торчинова, следующее в своей другой монографии. Он пишет, что в традиционных понятиях цигун толкуется как восприятие исходящих от тела больного, он пишет по поводу бесконтактного массажа, пневмных излучений поля человеческого тела, жень-тичан и воздействия на него внешней пневмой, исходящей из рук экстрасенса, мастера цигун, совместно с изначальной ци, то есть с энергией, получаемой из космоса. У нас этот феномен известен как бесконтактный массаж. И вот мы уточним, что отчасти на экстрасенсе взяли много из методик цигун-терапии. Диагностика руками на расстоянии от тела, лечения как так называемым биополем или жизненной энергии. Об этом пишет Торчинов, религия мира, опыт запредельного, и также это одна из его монографий, а вот цитата, которая будет сейчас, это его тоже монография, называется «Даосские практики. Санкт-Петербург. Востоковение. 2001 год. Страница 235-236». Итак, он отмечает значительное присутствие даосских психотехник в воинских искусствах Ушу, особенно в так называемых внутренних школах Ниньця, Таэй, Цзи, Цюань и других, которые тесно связаны с родениями, это его цитата, и практиками, а теперь внимание, тайных, синкретических, религиозных сект «Позднего Средневековья». Конец цитаты. Это не мои слова, это дословная цитата еще раз Торчинов, «Даосские практики. Петербург. Востоковение. 2001 год. Страница 235-236». Он так и говорит, что черпают они все эти искусства и практики из тайных, синкретических, религиозных сект «Позднего Средневековья». Следующий востоковед, отечественный востоковед Владимир Вячеславович Малявин. Советский российский синолог, доктор исторических наук, преподаватель ИСАА МГУ, настоящий, да, в 2011 году профессор института изучения Европы Тамканского университета Тайвань, ранний институт России Тамканского университета, сотрудник международного радио Тайваня. У него множество исследований и монографий, автор более 30 книг и сотен статей, в том числе капитальных трудов Конфуции, сумерки Дао, культура Китая на пороге нового времени, китайская цивилизация и так далее. Что он пишет по этому поводу? Вот его цитата. Введение ЦИ по траектории малого и большого небесных круговоротов, то есть он пишет о практике умения укреплять и наращивать, управлять своей жизненной силой, то есть этой ЦИ, которую адепт должен стяжать из космоса, является, в общем-то, сущностью мастерства и в боевых искусствах. И вот он пишет, цитата, «Введение ЦИ по траектории малого и большого небесных круговоротов как раз и составило основу внутреннего достижения. Мастера кулачного искусства в Китае и в старых школах Ушу этому занятию обычно отводили не меньше времени, чем, собственно, физическим упражнением». То есть мы видим, что известный востоковед Малявин пишет о том, что упражнения физические им предшествовали именно так называемые траектории круговоротов, то есть особой практики для стяжания внутреннего достижения мастера кулачного боя. Обратимся снова к Маслову. По мнению Маслова, все эти практики, которые также называются словом нейгун, внутреннее искусство, цитата, «своими истоками были связаны с тайными знаниями даосских магов». И вот еще одна цитата Маслова. «Системы Синци и Туна изложены особым языком, понятным только тем, кто прошел инициацию в мистических школах. Многие понятия из этого языка встречаются в современных школах боевых искусств». Кого еще можно привести? Мы уже к нему обращались. Это мастер цигун Вон Кью Кит. Он пишет о том, неоднократно подчеркивает это, что действительно космическим разумом и овладеть можно энергией цигун и боем только тогда, когда человек соединен с космическим разумом и растворяется в медитации в абсолюте. То есть, таким образом, мы видим, что единство в терминологии, которое пользуется и рекомендуется погрузиться в мир оккультизма, магии, традиционных восточных школ боевых искусств, лишний раз подчеркивает общность мировоззренческих взглядов, так называемого движения, новорелигиозного движения. Эзотерика, магия, оккультизм, тайные учения, карма, реинкарнация, работа с энергией, учения об инь, женское темное начало, янь, мужское светлое начало, с ли они, с космосом, вселенной. Вот лишь немногие понятия, которые формируют картину мира и мастера боевых искусств, и экстрасенса, и последователей различных оккультных учений. То есть, когда мы читаем всю эту литературу, то не только православные религоведы, не только, наверное, монах Трифон, но и, как мы видим, светские религоведы обращают на это внимание, что это целый набор оккультных, магических, в общем-то, по сути, своих сектанских понятий, которые есть и в этом направлении, в направлении восточных практик, цигун, ушу и прочих. В Священном Писании и Господь наш Иисус Христос никогда не говорил, что люди после того, как человек отпал от Бога в начале истории, создание его Богом-творцом по образу и подобию, что человеческую жизнь не будут сопровождать болезни и страдания. Именно все мировоззрение, все, так скажем, Китая, и буддизма, и индуизма в некой мире, они направлены на то, чтобы избавить человека совершенно совершедно страданий в этом мире и увековечить человека, насколько это можно дольше прожить в этом мире. Помню, на одной из передач, когда поднималась примерно эта тема, на телеканале «Спас», одна женщина так и говорила, что зачем она этим занимается, она говорит, ну, чтобы больше прожить, дольше прожить. И тогда ей был задан такой вопрос, а зачем? Ибо возникла очень долгая пауза. То есть, вот главная цель – это дольше прожить, а вопрос – а зачем? Конечно, это хорошо прожить дольше, но все-таки человек должен понимать, зачем он живет. И еще и долго. В Священном Писании, первое послание Петра, 4 глава, 1-6 стих, апостол Петр пишет, «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающая плотью перестает грешить». То есть, в православном понимании, в православном мировоззрении, я к чему это все говорю, что люди часто обращаются к этим магическим практикам для того, чтобы исцелиться, то есть обрести здоровье. Но, забываясь совсем о том, снова повторю, что Христос не обещал нам никакого такого благоденствия совершенно безболезненного и совершенно безстрадального, скажем. Потому что он так и говорил, «Как меня гнали, так и вас будут гнать», что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Поэтому апостол Петр так и пишет, что «Ибо страдающей плотью перестает грешить». То есть, Бог посылает нам какие-то болезни, какие-то болезни, никогда не посылает нам сверхсил, но для того, чтобы нас исправить, для того, чтобы мы не увлеклись бы здесь долголетием лишь и забыли бы о своей бессмертной душе. Так и пишет дальше апостол Петр, «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, то есть страдающей плотью перестает грешить, не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Святитель Анзлатоуст пишет о предостережении людей обращаться за исцелением, кроме как к Богу, к другим, каким-либо практикам, колдунам и прочим магам. Вот он пишет. «Пусть будем, цитата, мы больны. Пусть будем, мы больны. Лучше остаться больным, чем для освобождения от болезни впасть в нечестие. Демон, если его врачует, больше повредит, чем принесет пользы. Доставит пользу телу, которое спустя немного, непременно умрет, изгниет, а повредит бессмертной душе. Если иногда по попущению Божию и исцеляют демоны, то такое исцеление бывает для испытания верных. Не потому, чтобы Бог не знал их, то есть все эти испытания, но чтобы научились не принимать от демонов даже исцеление». Конец цитаты. То есть мы с вами даже помним, кто особенно постарше, как все это декларировалось на первых каналах. Помните, был даже целый такой период, когда был Кашпировский, Чумак, этот период так еще окрестили даже как Кашпир среди чумы, когда люди сидели возле экранов телевизора и прикладывались к экрану больными местами, чтобы исцелить те или иные болезни. Говорят, что болезни, некоторые, что это как-то людям помогало, но мы слышим слова свидетеля Златоуста. Он говорит, что может быть, демон сманипулирует какое-либо облегчение, но это исцеление бывает для испытаний верных, чтобы люди не обращались за исцелением к бесам. Шестнадцатое правило на Маканона сказано следующее, цитата. «Те, которые приводят волхва в дом, то есть по свете экстрасенсы, любого языческого целителя, целителя в дом свой к больному ради исцеления чародейством пять лет да не причащаются по 24 правилу Анкирского собора». Конец цитаты. То есть древние каноны достаточно строго относились к этому. Почему? Потому что есть такие слова. Горе человеку, если он приобретет весь мир, то есть и все здоровье, и все благополучие, а душе своей повредит. Не всякие методы оздоровления, тем более, которые мы видим, они связаны напрямую с магизмом, в общем-то, и как об этом говорят специалисты с сектанством восточным, они полезны для православного человека. Да не то, что полезны, а вредны. Преподобный Серафим Саровский писал следующее, цитата. «Тело есть раб, а душа царица. А потому часто милосердием Божьим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями, ибо от всего ослабевают страсти, и человек приходит в себя, и да и сама болезнь телесная рождается иногда от страстей. Отними грех, и болезни оставят, ибо они бывают в нас от греха». Далее он цитирует святителя Василия Великого. «Откуда недуги? Откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг. Душа душу создал, а не грех. Что же более всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви». Конец цитаты. Также есть еще одна цитата у преподобного Серафима. Он пишет, «Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о тень. Ибо, как сказано, какая польза человеку, ащи приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какую, какой выкуп человек даст за душу свою». Евангелие от Марка 8, 36. Также у преподобного есть и польза о посте. Он пишет и говорит так. «При всем том, святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и готовы к делу». И вот, внимание, «болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно». Конец статы. То есть, мы видим, что постники, люди, которые жили богоугодной жизнью, преподобный Серафим Саровский говорит, что болезни между ними были редки, редким явлением, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно. Действительно, если мы посмотрим жизни этих людей, то видим, что если они не умирали мученической смертью, то часто мы встречаем, что и 90 более, и до 100 лет и более жили подвижники Христовы. Хотя, если посмотреть на их аскетический образ жизни, в каких условиях они жили, что они ели, но жизнь их, тем не менее, была достаточно долгой. Поэтому от того, жить человеку долго или нет, зависит не от того, как он питается, тем более, если он прибегает к различным бесовским практикам, а от того, насколько он соединяет свой ум, свою душу, свои чувства с волей Божьей. Я всегда вспоминаю, например, наших бабушек и дедушек. Они прожили Великую Отечественную войну. Бабушка моя умерла в 93 года, дедушка 87. Казалось бы, ну какие были у них условия жизни? Да никаких. У дедушки были 4 ранения, все удобства у них были по приходу с войны на улице, воду они носили из колодца, никого водопровода ничего не было. Но, тем не менее, они никогда не отвергали Бога. Всегда дома были иконы, бабушка всегда ходила в храм, всегда горела лампада. То есть жизнь человека, она не зависит от его благополучия. Тем более, снова повторю, обращение очень опасно, если человек повредит своей душе обращение к различным магическим восточным практикам. В Ветхом Завете мы знаем множество исцелений. Например, исцеление военачальника Неймана, книга 4-й царств. Помните, когда у Неймана была проказа, и пророк Елисей сказал, иди окунись в воду Иордана. Но мы помним, как он скептически отнесся и сказал, неужели у нас в Сирии нет тоже там рек, в которых можем омываться? Что ты мне предлагаешь? Так подобные сегодня люди, когда им предлагают, действительно, приди в храм, поисповедуйся, причастись, соблюдай пост, все, что предписано Господом, твори заповеди милосердия и прочее, и прочее. Люди говорят, ну что вы мне предлагаете? Это как-то не экзотично. Пойду я вот там цыгун погоняю, да, там внутри себя, или еще что-нибудь. Ну вижу я этих людей. Снова повторю, знаю это не понаслышке. Провожу прием людей, отпавших это православие, и они приходят с серьезными, это нельзя просто назвать нервными расстройствами. Это то, что называется «не лечится врачами и медициной». Это врачуется только благодатью Христовой. Множество историй, которые есть и в Священном Писании, о исцелениях людей. Это история об исцеляющем слепых людей, мы знаем, в Новом Завете. Это Иисус исцеляет прокаженного, также исцеление прокаженных, 10 прокаженных. Иисус исцеление расслабленного в Капернауме. И в Ветхом Завете этого Неймана он исцелил, когда он 7 раз окунулся в воды Иордана, проказа ушла от него. Также в Евангелии Атаана мы знаем исцеление расслабленного, которое мы всегда читаем на водосвятом молебне. И множество историй, да, истории с кровоточивой женщиной, которая, как сказано, потратила все имение свое, то есть все средства, которые были, она даже и продала в свой дом, для того, чтобы исцелиться, но получила, как сказано, только больше вреда. Надо сказать, что все вот эти практики, которые были вышеперечислены, цигуны и прочее, ничто там не дается бесплатно. Там очень, в общем-то, да, и реки есть еще такое целое направление, она очень близка к цигуну по своему мировоззрению, целение руками, исцеление руками. Тоже все там не просто за так, как сказано, эта женщина, она издержала все имение свое. Также мы знаем исцеление из Нового Завета тещи Петра и прочее, прочее, это все жития святых, и Евангелие можно приводить в пример, что люди, приходя сферою, как и этой женщине было сказано, иди, вера твоя спасла тебя, они обретали исцеление. Поэтому необходимо, если у нас и есть какие-то сложности, проблемы со здоровьем, всегда благодарить Бога. Как мы видели слова апостола Петра, который говорит о том, что страдающий плотью перестает грешить. Господь иногда посылает нам тельные страдания и болезни, для того, чтобы нас остановить. Дай нам сейчас, да, на каких-то, отклонить от какого-то более греховного поступка, чтобы мы не повредили своей душе. А люди у нас думают, что счастье только в здоровье. И, к сожалению, попадают в ловушки всех этих цигун и прочих-прочих различных восточных практик, где, по сути, навязывается другое мировоззрение, и человек, в общем-то, губит и повреждает своей душе. Слово напомню, что слова Священного Писания «Горе человеку, если он повредит своей душе, приобретет весь мир, а душе своей повредит». Поэтому будем внимательны, братья и сестры, к тому, что нам предлагают. Будем понимать, откуда эти истоки. Я вам сегодня привел не просто людей какого-то уличного опроса, что вы думаете, там, о цигун или восточных практиках, а людей, специалистов в этой области, которые сами являются, некоторые из них, адептами этих направлений, и они сами свидетельствуют о том, не скрывая, что это древние, оккультные, магические практики, которые соединяют человека с духами злобов поднебесных. И, в общем-то, главная цель это обретение этой энергии, а здоровье там, если и говорится, то далеко и очень далеко второстепенно. Поэтому будем внимательными, как сказано у апостола Павла, будем внимательны к слышному, чтобы не отпасть. Спаси, Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok